Вернемся к ракетной атаке, но начать бы хотел просто с ужасной истории, потрясающей истории с пытками в военкомате Львовской области. Николай Григорьевич, очень рад, что именно вы сегодня со мной. Хотелось бы с вами обсудить эту историю. В общем, Госбюро расследований задержало двух сотрудников ТЦК, которые, внимание, целую неделю избивали, морили голодом, угрожали застрелить мужчину, который пытался бежать в Польшу. Кадры пыток там ужасающие просто. Друзья, я думаю, в принципе, большинство из вас их видели. Их снял еще один задержанный в этом самом военкомате. Теперь ТЦКшникам грозит до 10 лет за решеткой. Ситуация ужасная сама по себе, но в целом, Николай Григорьевич, может ли это быть симптомом гораздо большей проблемы? Потому что это ведь только наверняка одна история, которую мы знаем. Есть вероятность того, что такие истории могли происходить и происходят и в других областях Украины. Ну, первочка, конечно, война не дает права военным и правоохранительным органам нарушать именно права человека, нарушать Конституцию Украины. Как раз и жизнь, здоровье, не прикосновенность, именно незаконными методами, физическими изменениями, стязаниями, пытками. Это, конечно, нарушение основоположных принципов ООН, декорации прав человека и, конечно, Конституции Украины, которые являются основными базовыми нормами, которые имплементированы в соответствии с международными нормами, которые приняты и на Ассамблее ООН, и ратифицированы Верховной Радой Украины. Поэтому ни один человек, начиная от президента, заканчивая любым, условно, патрульным, не имеет права нарушать именно эти принципы. Они действуют только в рамках закона. Если мы говорим в отношении военкоматов и сотрудников, они не должны эти полномочия вообще применять силу. Силу административного принуждения имеют только правоохранительные органы и тоже четко приносит законопорядки. Когда именно окажется сопротивление, когда это преступник, который именно совершает какие-то реальные преступления, угрожающие жизнью граждан, например, или правоохранительного органа, или правоохранительного военного, например, ведомства. Вот это действительно может действовать только для пресечения конкретной деятельности, если он окажет реальное сопротивление, угрожающее здоровью, жизнью. Поэтому мы сегодня говорим о том, что именно сопротивление прав человека представителям военкомата, они, конечно, очень необоснованы, когда применяется сила. И вот эти все охота на призывников, на вокзалах, на дорогах, вот часто бывают в автомобилях, задерживают, доставляют силы. Это, конечно, противоречит закону и Конституции Украины, и фактически они совершают уголовно наказуемые деяния. И второй момент моральный. Перед войной это не должна быть ловля. Это должна быть установлено государственным правилам призыва, мобилизации, и, соответственно, в первую очередь ориентированы на принцип добровольности, патриотизма, на принципы призыва по определенным военным специальностям, подготовка, стимулирование. То есть это совсем другой принцип. Это не Россия. Там, где хватают, там, где доставляют и направляют на фронт, как пущенное мясо. Этот принцип работает против и интересов России, против консолидации общества и, конечно, вызывает в украинском обществе очень мощное осуждение. И тут, конечно, сам факт пыток, истязаний и, фактически, захват как заложника, это как на то, что именно теряются не только нормы права в понимании военных, которые должны соблюдать их неприкосновенно, а, конечно, первую очередь моральные, человеческие нормы. И это как раз один из факторов, потому что, общаясь по разным каналам, такие факты, ну, примерно или менее такие жесткие, ну, применялись. Это силовое задержание, это избиение, это помещения какие-то отдельные или помещения, подвалы там или другие темы, где их можно закрыть людей. Вот это то, что уже порождает, знаете, такое беззаконие и, конечно, ударяет по самой сути, как бы, соединение всех наших сил и государства, и общества в целом, и конкретных граждан, что мы едины в плане защиты государства. Если так оно будет проявляться, это будет только подрывать и нашу, и моральную составляющую, и единство народа, конечно, и, конечно, конкретную тему по поддержке наших воинов на фронте, и, конечно, систему обучения по толке мобилизированных для того, чтобы могли они эффективно защищать государство на поле боя. Как вы считаете, сейчас взялось государство за ТЦК, президент лично в это вмешивался, но мы говорили в первую очередь о коррупции, о ВЛК, о областных военкомах. Понимаем, что проблема более комплексная. Как вы считаете, Николай Григорьевич, в целом, насколько реально вообще эту систему как-то так переформатировать, чтобы вернуть людям доверие к ТЦК, чтобы люди не боялись туда идти? Насколько это реальная задача, или все-таки это такие авгиевы конюшни, которые нельзя за какой-то короткий промежуток времени вычислить? Я думаю, что нарушен сам принцип комплектования военнослужащих, проведения мобилизации, стимулирования именно граждан, чтобы они шли в вооруженные силы. Вот это очень такая системная работа, которая необходимо сейчас иметь в принципе саму стратегию комплектования, в общем механизм, стимулы, соответственно, включая и конкретную поддержку граждан, которые идут, членов семей, вот создание условий для их реабилитации после войны, или если потери кормильца, то, конечно, семей. Это комплексные действия, которые сейчас государство системно не проработало. Сейчас вот, например, я буквально через, после нашей программы буду встречаться с одним известным политологом, который воевал на фронте, получил три тяжелых ранения, получил нолидность, и до сих пор он не мог получить компенсацию. А получать 500 гривен в месяц. Представляете? Человек, который получал до войны 60 тысяч примерно, на войне, соответственно, там 30-40, ну там немножко больше боевых было, а после ранения, тяжелых ранений и долгой реабилитации, вот такие последствия. Поэтому тут принципиально нужно менять систему в целом, и должна быть эта инициатива не на уровне военкомов, или каких-то там действий, правоохранительных уроров, это только изъяны этой системы, что там коррупция, там и другие средства, это, конечно, построение новой системы комплектации наших граждан, которые готовы идти защищать страну, формирование именно всех систем подготовки, стимулирования, социального обеспечения, конечно, обучения и проведения уже боевого слаживания и непосредственные действия на фронте. Эти комплексные действия могут проводить не просто бойцы, которые были на фронте, при всем уважении они, большинство из них, могут выполнять задания, которые просмотрены боевыми приказами, непосредственно на линии фронта или на линии обеспечения. Вот комплектация, это очень глубокий, грамотный процесс, который должны его знать официальные, которые знают систему и потребность вооруженных сил, знают все стимулы, которые должны быть, это более широкий аспект. Конечно, хорошо военную проблему и сегодня потребность вооруженных сил, специализацию и эффективное использование. Я много встречаю, тут тысячи людей обращались с разный период, с 24 февраля, меня говорят, я ракетчик, например, или я там айтишник, или я снайпер, а меня берут пехоту, или берут, например, там танки, где я силы и средства не могу задействовать, опыт не могу задействовать, знания, а они нужны, как вода, вот именно гражданину. Нет, бюрократия пишет рапорта, пытается перевестись не куда-то в тыл, а как раз на пром, но бюрократия не работает в плане подготовки, его направили, вот там будет и все. Вот такие неизъяны, они показывают, что в конкретике, а это в системе, что именно эффективность откомплектования боеспособных частей была часто сложна, потому что там должны быть и опыт, и знания, и, соответственно, подготовка, а тем более, тогда же боевослаживание, тогда уже они готовы, а были очень много фактов, когда ребят, да, прошли трехнедельную подготовку и пошли туда уже на поле боя, вот, и это была проблема для командиров конкретных, которые именно говорят, да, они нам именно сейчас создают проблемы, потому что опытные ребята боют, эти как будто бы не готовы, и получается дисбаланс прямо на линии боя, а это начинается с системы комплектации и взаимодействие центра комплектации с войсками непосредственно, это важнейшая составляющая, я думаю, что сейчас эту систему нужно пересмотреть и просто не, просто назначить именно ответственных про проверки этих центров или проверки ВЛК, это просто пиар-акция, по большому счету скажу, потому что тот, который создал систему, которая не позволяет это вообще делать, чтобы не было никаких элементов коррупции и просто-напросто и жить, какими средствами, а вот средствами, ну, и, первое, кадры, которые будут создавать такие условия, соответственно, прозрачные системы, подбора, обучения, проведения комиссий, системных, глубоких, для того, чтобы они были очень объективны, туда будет доверие и к центру комплектования, соответственно, к комиссиям, и люди будут уже спокойно идти, зная, что это будет рассмотрено объективно, и они попадут, если готовы идти воевать, в те войска, где они могут прожить самые большие усилия, или провести переподотопку, если есть дефицитные, соответственно, специальности или части, конечно, людей нужно стимулировать на то, чтобы они освоили новые виды, например, там или ракетные системы, или сегодня уже армия дронов требует десятки тысяч людей, это то, что сегодня чрезвычайно важно будет в плане формирования этих центров, и специалисты, которые там привлекаются будут, будут высококлассные специалисты, не просто, как сказал Зеленский, мы возьмем с фронта, да, возьмем с фронта, но нужно взять тех, которые умеют это делать, а они просто будут заставлять, опять будут искать всех, вот те, что якобы уклонисты, мы воевали, этот принцип не будет работать, он будет только разбалансировать систему, создавать противоречия в обществе. Друзья, ваше мнение по поводу всей этой истории ужасной во Львовской области, также ваше, скажем так, отношение к вашим местным военкоматам, возможно, вы с какими-то случаями сталкивались, напишите это все в комментариях, будет очень интересно почитать, возможно, разберем в последующих интервью. Еще одной, конечно, топ-темой последних дней стал визит президента Украины в Соединенные Штаты, был Совет Безопасности ООН, на нем хотел бы остановиться, представитель оккупантов, Небензя, в начале Радбеза, четыре раза просил слова, пытаясь не допустить выступления Владимира Зеленского. В итоге президент Украины сразу взял слово, сразу же после главы ООН Гутерреша, и сразу же просто безжалостно раскритиковал саму Организацию Объединенных Наций. Человечество больше не надеется на защиту ООН. Война идет 574 дня, и это 574 причины реформировать Организацию Объединенных Наций. Здесь скорее защищают убийц, а не тех, кто является жертвой. Конец цитаты. Такими словами обратился Владимир Зеленский к присутствующим. В целом, Николай Григорьевич, понимая, что тема больше политическая, однако реформа ООН, реформа в первую очередь Совета Безопасности, в котором до сих пор присутствует Россия, которая только этой ночью выпустила по Украине почти полсотни ракет. Как реформа Совета Безопасности, может ли она повлиять на ситуацию, на поле боя непосредственно на войне России против Украины? Ну, мы говорим, что реформа ООН и Совета Безопасности в отдельности назрела давным-давно. Потому что именно та модель, которая сформирована, с постоянными членами справа в это, одного из них, это просто абсурд. Которая пять стран решает судьбу всего мира. А тем более, если в этом блоке пяти стран появляется агрессор или авторитарный лидер, он пытается диктовать условия своего мира. И с позиции силы, с позиции агрессии, с позиции навязания своих стандартов и тому подобное. Так не должно быть. Как правило, в демократическом сообществе, тем более в демократическом глобальном сообществе, должен работать принцип большинства. Те, которые действительно видят правила, принятые всем организациям, это и статут ООН, это, конечно, международные акты, это декларация прав человека-гражданина, которая четко предусматривает все перспективы развития и государств, и народов, и допущение агрессии, в общем, упреждение агрессии, как должно быть. Поэтому должны решать именно на Генассамблее эти вопросы в целом, как представительский орган, и, конечно, исполнительный орган, как Совет безопасности. Но он должен представить теми странами, которые не вовлечены в агрессию. Раз, строить страны представительства различных стран и регионов, и по статусу, и по оригинальному принципу, и по представительству людей, конечно, и, соответственно, те, которые являются гарантами, возможно, и новой стратегии развития общества, человечества, новой системы глобальной безопасности, нового миропорядка. Вот в этой ситуации как раз должны формироваться Совет. И он дал инспирацию как раз на Генассамблее, а не способом того, что где-то приняли после войны. Этот период уже ушел. Совсем другие реальности. Поэтому в данный момент я считаю, что уже давно должны быть подготовлены эти изменения, и проработаны с каждой страной участниц, тем более те, которые готовы к такому прогрессу. Это была бы инициатива Украины, но и наших партнеров глобальных, как США, Канада, Британия, страны Европейского Союза, возможно, другие еще, Япония, например, вот те, которые готовы поддержать такой проект. Конечно, этот консенсус найти с Индией, Турцией, например, ну, Австралия, понятно, поддержит. То есть и блок стран, которые в различных форматах готовы к такому действию. Я думаю, что и ЛУ при определенных ситуациях поддержал Бразилию, и Аргентина, с которым встречался президент, это уже большинство Генассамблеи, большинство стран мира. Но их готовить нужно. Вот я что важно говорю, что не получится так, как вот президент выступил на заседании Генассамблеи, а там меньше паузала, к сожалению. Ну, выступил в целом, как бы поддержали, но без механизма, без принятия решений. Почему? Потому что не готовы, я скажу. Вот реально, не только нами, но мы должны инициаторами сейчас в войне. Поэтому, раз мы говорим об этих вещах, я думаю, что за полтора года мы должны уже вместе с союзниками готовить и привлечь и американцев, и британцев, я знаю, там высококлассные политики, начиная с бывших президентов, или других лиц, юристов, между одного формата, суперюристов, которые признаются во всем мире. Вот они должны подготовить эти все решения, проработать с странами-участницами, то есть Генассамблеи, а это большинство стран мира, и принять будут решения. Но мы опять заявили, что необходимость реформирования, и опять, больше, уже до двух лет войны, ничего не делается. Это, я считаю, слабый подход. Это не должны только мессенджи, пожелания, оно ничего не работает. Я очень участник вновь заседаний и Генассамблеи, и Совета безопасности, и мощных форумов стран мира, включая по 115 стран мира собирались. Вот, и там, что приветствуется? Конкретика, проработан вопрос, на поиск консенсуса стран, а затем вырос уже на голосование. Вот это вторая, первая часть, это 99 подвальные работы, в смысле вот такой, невидимой, подготовительной, но она конструктивна, глубокая, а тогда уже голосование, то и то. Тогда президент, условно, или США, или даже на Бразилиянске тоже выходит, предлагает этот момент, голосует и принимает решение. Вот тогда провод смена. Ну вот, третьими голосами, приняли это решение, уже была бы реальная подготовка. Это пока еще намерение, к сожалению. И поэтому мы можем говорить, что да, неэффективный ООН, неэффективная Рада и Беспеки, с учетом, там, на приличии, на агрессор России, и вот, и тем более, возможно рассмотреть вопрос, который уже давно звучал с юристами, о легитимности России в Совете Безопасности, как она туда попала. Ну не могла она быть, переставить таблички СССР на Россию. Это нигде ничего не голосовалось. Это прямое решение. Это прямое решение Генн Асаблеев, что это дезавюрировать, потому что не было правовых оснований, никто не утверждал. Мы не принимали решение, Генн Асаблеев принимает. Вот долгие механизмы, нужно было доработать и принять их. Потом еще будет за этим работать или десятки лет, или скажем, то давайте вообще расформируем ООН, а там уже будем создавать что-то новое. Вот это будут тупиковые варианты. Я думаю, что нужно делать сейчас вот такие действия, которые предусмотрены и статутом ООН, и большинство стран продержат. Почему? Не то, что они поддерживают только Украину, есть такие, что нейтральные позиции, но они поддерживают эту модель, потому что тогда они приобретают право и не только в рамках Генн Асаблеи, а реально участвовать в формировании Совета Безопасности, влиять на Совет Безопасности, рассматривать вопросы, четкие решения в отношении, если страна стала на агрессивный путь, однозначно исключение с Генн Асаблеи, мощнейшее действие по санкциям, по осуждению агрессора, действия как бы направлены на упреждение таких агрессивных намерений, в первую очередь, а если начало, так соответственно объединять сил против этого агрессора всего мира, попробовать работать там Путин. Вот это правильный момент, но к сожалению, пока еще не хватило, прямо скажем, политических сил и воли, ну и США, в первую очередь, Европы, ну и нам, вот выйти на такой мощный консенсус и на такое решение.